Здравствуйте, да, это программа «Особое мнение», я Марина Королёва, напротив, Станислав Белковский, политолог. Здравствуйте. Здравствуйте, совсем напротив. Антинародным мышлением не страдаете, кстати? Страдаю. Страдаете, вполне. Ну, дело в том, что термин у нас такой появился, надо нашим сообщителям сразу разъяснить. Новый термин. Я такого не припомню. Знаете, я сейчас даю на тепличность, поэтому у меня одно полушарие страдает народным мышлением, а другое антинародным. Так. Любой психиатр вам объяснит, что это абсолютно нормально. Смотрите, прямое проявление антинародного мышления, прямое проявление экстремизма, это я цитирую Владимира Путина на Совете Безопасности, разжигание конфликтов на национальной религиозной почве, массовое нарушение общественного порядка, это прямое проявление антинародного мышления. Это что у нас такое? Путин страшно боится революции, но мы это узнали не сегодня и не вчера. Как минимум после первой череды цветных революций на постсоветском пространстве. Ну, о цветных революциях он тоже говорил во время Совета Безопасности, но вот этот термин, о котором как-то многие за эти сутки говорили, это что-то новое вроде бы. У кого-то это ассоциируется с СНКВД, например, с репрессиями. Ну, был антинародный режим во главе с Борисом Николаевичем Ельцином. Как мы знаем, наследником этого режима и воплотителем его ключевых ценностей является сам Владимир Владимирович. Поэтому по Фрейду эта проекция, он сам антинародный режим, он переносит это на окружающую реальность и становится борцом с антинародным мышлением. Но он страшно боится революции, он страшно боится насилия над собой. Я почти уверен на сегодняшний день, хотя я сейчас не могу доказать это со стопроцентной вероятностью, что решение Путина вернуться на президентский пост было индуцировано арабской весной. И образа Мамара Каддафи, изнасилованного перед казнью. То есть, вам кажется, что в противном случае, если бы этого всего не произошло, он, возможно, и не вернулся бы? Да, Медведев стал бы снова президентом, причем многие люди гораздо более информированные, чем я. Например, Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс, Игорь Георгинс именно так и утверждали. То есть, ему допустим... Я-то лох, конечно. То есть, ему допустим... Информированные люди утверждали, что Медведев останется на второй срок. То есть, ему, допустим, обещали, я снова возвращаюсь к этому вопросу Медведеву, а потом, вроде как, обманули. То есть, Келли, ты будешь, ты останешься. Ну, Путин, вы, наверное, помните, что Владимир Путин в Стокгольме за несколько месяцев до судьбоносной рокировки 24 сентября 2011 года сказал, что решение о следующем президенте России будет, я сейчас перевожу с украинского, поскольку я думаю по-украински, к сожалению, таким, что вам понравится. Правильно ли Путин имел в виду, что его возвращение в Кремль кому-то понравится за пределами Российской Федерации? Ну, все-таки, возвращаясь к антинародному мышлению и вот этому термину, скажите мне, пожалуйста, это вас совсем не пугает, появление такой терминологии в нашей жизни? Слушай, вы просто молодая женщина, а я уже мужчина пожилой. Я такого наслушался в своей жизни, что меня уже ничего не пугает. Так, хорошо. А что касается... Ну, принципиально я не вижу в этих высказываниях. То есть термин и термин. Да. Ну, то есть, сколько терминов мы этих обсуждали за последние 15 лет? Ну, а сама вот эта программа противодействия экстремизму до 2025 года, которая обсуждалась и, ну, собственно, была представлена на Совете Безопасности? Совершенно понятно. Потому что вы можете делать все, что угодно, вы только не можете призывать к неконвенциональной смене власти или к участию в таких неконвенциональных форумах на власти. Еще раз повторю, что цветные революции на постсоветском пространстве напугали Путина, как говорят у нас на Украине, это «that most». Это последней степени тяжести. Ну, об Украине мы еще поговорим, а все-таки о нас и о наших возможных цветных революциях или невозможных, там, на ваш взгляд. Вот, кстати, возможно, невозможно? Сейчас нет. Нет. Все парализовано в этом смысле. И, конечно, главный оппозиционер в этом смысле – это Дмитрий Анатольевич Медведев. Вы, как раз, до начала эфира спрашивали. А вот это в каком смысле? Да, я просто вижу здесь вопрос из Приморского края. Вы говорили в сентябре, я вот такого не помню, но человек помнит, что Медведев ожидает падения власти. Да, да. Как обстоит ситуация с Медведевым сегодня? В Приморском крае – это хорошо слышно, эхо Москвы. Никто не отвлекается на дополнительные подробности. Ты что, вы так, да, да, вот как будто это прямо дело решенное, так как вы соглашаетесь легко. Допустим, завтра с Путиным что-то случается. Кто же будет президентом Российской Федерации? Никто такого не допускает. Мы с вами разве допускаем? Ну, хорошо, да, допустим. Хорошо, допустим. Да, Дмитрий Анатольевич будет президентом. И я говорил тогда в сентябре, на что ссылается наш уважаемый слушатель из Приморья, что Медведев – это типичный Хрущев, что при живом Путине он готов танцевать ГПК, петь Дроздом. Да вроде не было такого. Ну, хорошо. Нет, неформально было. Ну, вот не в прямом смысле, а де-факто, что он делает, это и есть танцевать ГПК, петь Дроздом, как Хрущев перед Сталином. Но когда Иосиф Сыганович уходит в лучший мир с помощью Дмитрия Павловича и системы Хрусталев в машину, то дальше начинается вынос его индустрия, там доклад 20-го съезда и все такое. И поэтому в этом смысле Дмитрий Анатольевич может считаться лидером нашей оппозиции. И кроме него вы никаких оппозиционеров сейчас не видите? Конечно, вижу, абсолютно вижу Михаила Ходорковского, вижу Алексея Навального как весьма серьезных фигур. Ну, собственно, вы их не видите, потому что они под домашним арестом. Ну, вот Алексей Навальный по большей части. Ну, Навального я давно не видел, кроме как в интернете Ходорковского видел на прошлой неделе. Кроме того, на прошлой неделе еще видел Михаила Михайловича Касьянова, который явно снова решил вернуться в актуальную политику. И еще на прошлой неделе какого я видел? Алексея Леонидовича Кудрина издалека, возросшая информационная активность которого, видимо, свидетельствует о том, что он собирается стать премьер-министром вместо Медведева снова. Потому что экономический либерализм становится неизбежной стратегией в условиях санкций против России и необходимости резкого сокращения бюджетных расходов. А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Вот в том, что касается либерализации. Потому что вроде бы и Путин произнес такие слова о либерализации, но как-то развитие дальнейшего это не получило пока. Но тем не менее, вот от вас я слышу. Вы что имеете в виду? Я имею в виду, что Путин по своим экономическим взглядам, именно экономическим, он гораздо ближе к Алексею Кудрину, Ярмону Грефу, чем, хотя Кудрин и Греф тоже не единомышленники полные, но в целом, чем, скажем, к Сергею Глазьеву. Вы знаете, что Сергею Глазьев, большой борец с неигальной миграцией, станет дедом таджика в ближайшее время. Это что-то история. А, да, 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 конечно, прекрасная история читала. Да, да, знаете, история очень иронична. А вот, иронии истории не перебьешь. И он, собственно, изначально тяготел к либерально-экономической политике, но вместе с тем он подвержен идее, что все проблемы нужно заливать деньгами, какими бы они и не были, что купить можно кого угодно. А если человек нельзя купить, значит, он сумасшедший, вот это биполярное расстройство личности. Вот. Поэтому сейчас, когда у бюджета будет остро не хватать денег, то есть санкции, то есть невозможность привлечения кредитов с Запада, и с падением цен на нефть и так далее, объявить новую либеральную политику, фактически ремейк политики Егора Гайдара, просто от 1942 года, это было бы абсолютно резонно. И это прижало бы к груди Владимира Путина значительную часть прогрессивной общественности. Послушайте, ну вот я сейчас вспоминаю... Именно поэтому Кудрин, мне кажется, и готовится к посту премьера в очередной раз. Ага. Это только ваше предположение? Или у вас есть всё-таки серьёзные основания полагать, что это может в ближайшее время произойти? Что именно? Либерализация. Да. Ну это исходит из всего, что эти люди говорят. Я же им привык им доверять. Только экономике? Экономике, конечно. Не политике абсолютно. Наоборот, политике будет закручивать мне гаек. То есть, скажем, по китайскому варианту или по варианту Пиночет? По китайскому варианту Пиночет я воспитан, как и Юлия Леонидовна Латынина, и китайской литературе, мы с ней это неоднократно обсуждали. Просто она восхищается, Китая марионет. Потому что базовая идея Китая – это фатализм и имперсонализм, которые чужды, к сожалению, русскому сознанию. Поэтому мы не можем займиться на китайский опыт, хоть бы мы все тут треснем и умынем под этим столом наехи Москвы. И Алексей Леонидович Кудрин, который, в общем, раньше не радовал нас большими концептуальными прорывами, к сожалению, он всегда выступал в роли такого бухгалтера, что нужно соблюдать бюджетные правила. И в итоге мы поняли, что главная опора и основа современной российской государственности – их две – это Владимир Путин и бюджетные правила. Хорошо. А вот на этом месте мы должны прерваться. Мы прервемся, а потом бюджетные правила у нас прежде всего. Встречаемся снова. И мы продолжаем особое мнение с политологом Станиславом Белковским. Плюс семь девятьсот восемьдесят девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. И в Твиттере аккаунт вызван. Это для ваших вопросов. Значит, говорите, как деньги заканчиваются, так либерализацию объявляют. Конечно. А хорошо, а как это может выглядеть в реальности? Вот вы говорите, что либерализация только в экономике. То есть не станет больше политических партий, не дадут слово оппозиции, а просто сменят премьер-министра, к примеру, или как? Или что? Или дадут больше возможностей малому бизнесу, предпринимателям? Как могут дать больше возможностей малому бизнесу, у которых нет. Ну а тогда что это? Нет. Смена премьер-министра теоретически возможна. И, собственно, активизация Алексея Леонидовича Кудрина в последние дни об этом свидетельствует. Но мы знаем, что логика Владимира Путина всегда сводилась к назначению политически зависимого, несамостоятельного и достаточно безликого премьера, ростом незначительно выше его или ниже. У него премьеры были Михаил Фротков, Виктор Зубков, сейчас Дмитрий Медведев. Он же мог назначить Кудрина, которому он абсолютно доверяет. Но вы же имеете в виду политический рост, правда? Ну, рост ВВП. Рост ВВП, конечно. Да, конечно, конечно. Он же мог назначить Кудрина еще в 2004 году вместо Касьянова не назначил, да, и так далее. Поэтому я не вижу оснований, по которым он бы назначил сильного премьера дышащему в спину. Мне кажется, что Дмитрий Анатольевич полностью устраивает его именно в качестве политически несамостоятельного премьера. Тогда в чем либерализация может выражаться? В сокращении бюджетных расходов и создании системы обоснования для этого. Так. Это же либерализация? Хорошо, допустим. Смотрите, если говорить о либерализации, вы говорите, что политически... Либерализация двух правдочных хронов. Да. Из фонда национального благосостояния. Что политическое вряд ли возможно. А вот не кажется ли вам, что возможные признаки либерализации мы как-то увидели на уже истекающей неделе? Вот было два странных суда. Сначала Андрей Макаревич вдруг неожиданно выиграл у Александра Проханова полмиллиона рублей. Да. А потом ЛДПР проиграла суд Михаила Ходоркова. Да. Что такое случилось? Давно у нас не бывало таких судов. Необычных судов. Прямо скажем. Нет. Судебная система России работает так. Если судья кто-то позвонит из администрации президента или высшестоящей судебной инстанции, он принимает решение в соответствии со звонком. Если никто ему не позвонил, что часто бывает, то он принимает решение в соответствии со собственным правосознанием. Так. Ну, к мнению, Андрей Макаревич – это звезда финансового масштаба. Это всеобщий любимец. Ну, что не помешало затравить его, да, за несколько месяцев? Ну, него же провела судебная система, его провела администрация президента. Так. Ну, все. Слушайте, а Проханов-то кто такой? Ну, клоун мелкий, кто его знает, собственно? Ну, как? Вы подождите секунду. Он был в последние месяцы на всех федеральных каналах в связи с Украиной. Непрерывно, фактически. Вы знаете, я хорошо знаком с Александровичем. В связи с Украиной. Нет, то есть я хорошо знаю Александра Ивановича Проханова. Очень талантливый человек. Безусловно. Но это не отменяет того, что я сказал. Он талантливый человек в жанре интеллектуальной клоунады. И, конечно, русский народ, строитель нового российского государства, гораздо лучше относится к Макаревичу, чем к Проханову. Независимо от того, что там где говорят. Ну, собственно, суд как представитель русского народа и присудил Макаревичу 500 тысяч рублей. Ну, допустим. Я видел, кстати, опечатка там в одном важном информационном агентстве, что суд присудил Макаревичу 500 миллионов рублей. Я так обрадовался в момент. Это же мы с вами говорили о финансовом отношении Проханова и Березовского, да, в этом эфире. Ну, все, забыли. Зависимо. Второе, что вы сказали, кто там? ЛДПР и Ходорковский, с которым вы встречались, как вы сказали, недавно. Да, на прошлом деле. То же самое, никто не позвонил, никто не заплатился, то, что суд принял решение в пользу Владимира Вольфовича Жириновского, ну и все. Ну, странно, согласитесь. Ну, хорошо, Макаревич – любимец всенародный, но Ходорковский-то явно не всенародный, во-первых, любимец, и более того, недавний враг. Я сам многократно бывал в судах, вот, может быть, это удивит, по поводу нанесения имиджевого и репутационного ущерба кому-то не было. Я знаю, как работает логика судьи. Судья всегда знает, что все эти репутационные иски – это все полный фуфел, потому что исцы, как правило, законченные жулики. И люди, я бы сейчас сказал то слово, которое не запрещено проносить в эфире, но, скажем, это условно люди политически нетрадиционной ориентации. Так. Ну и все, поэтому они сразу идут нафиг. Это инстинктивно судья выносит решение против исца. То есть вы, как проницательный политолог, никакой тенденции вот в таких двух судах на этой неделе не замечаете? Нет, я уверен, что Кремль никакого указания так делать не давал. А если мы будем долго обольчать себя иллюзией, что Кремль такое указание давал, то мы снова впадем в неправильное понимание нынешней политической реальности. Нужно будет Кремлю? Даст. Станислав Белковский, я напомню, что в Твиттере есть аккаунт, вызван для ваших вопросов, и плюс семь девятьсот восемьдесят пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Мы обязательно вернемся к нашим делам. И тут много вопросов по Путину и по поездке в Австралию. Но Майдан, поскольку мы тоже с вами здесь не раз говорили об украинских делах, ну вот сегодня получается, что годовщина Майдана. Хочу вас спросить, вот как вы сейчас на сегодняшний день оцениваете, как у нас говорят, уроки Майдана, собственно говоря, да? И для нас, и для Украины. Майдан, мне кажется, был очень позитивным событием в современной истории. Он привел к падению полностью коррумпированного авторитарного режима Виктора Януковича, чем он напугал, собственно, Россию. Он показал, что узурпация власти в полном объеме на Украине невозможна. И несмотря на то, что после Майдана власть от них не является идеальной, она уже совершила ни одну ошибку, уже сделала ни одну глупость, но, тем не менее, Майдан остается постоянно действующим субъектом этой власти. То есть, я думаю, что и президент Порошенко, и премьер-министр Юценюк, и другие ключевые фигуры сегодняшнего украинского политического пейзажа... То есть, как бы у них за спиной постоянно стоит этот призрак. Да, прекрасно понимают, что вот воспроизвести Януковича не удастся. То есть, полную узурпацию в гости с разделом всей собственности и контроля над финансовыми потоками не получится повторить. И это важнейшее, что произошло. Что все-таки, вы знаете, вы можете подтвердить, что я верил в победу Майдана. Я считал, что Янукович сольется, он и слился. И, конечно, это произвело шокирующее впечатление на Владимира Владимировича Путина. Не только потому, что все его советники по Украине, особенно Виктор Владимирович Медведчук, бывший руководитель администрации президента Кучмы, убеждали его в том, что Майдан проиграет. А Майдан снова выиграл второй раз за последние 10 лет. Вы знаете, есть такая хорошая шутка, что Виктор Фёдорович Янукович – это единственный правитель в мировой истории, который был свергнут революцией два раза. Как все люди делятся на те, кто чихает два раза и чихает три раза. Ну, я как-то вот о Ваших словах, о победе думаю. Вот Вы говорите, что там это победа Майдана. Но, простите, вот то, что сейчас происходит и на Украине, и на Украине в связи с Россией, и между двумя нашими странами, можно ли вообще применять сюда такое слово, как победа? Ну, и в экономике украинской в том числе. Да, конечно, конечно, можно. Ну, собственно, то, что Россия решила аннексировать Крым и организовать войну в Донецком и Луганском регионах Украины – это отдельный вопрос. На днях вышло интервью известного террориста Игоря Ивановича Стрелкова, он же Игорь Всеволодович Гиркин, газете «Завтра», в котором он признает фактически, что это вроде бы он все устроил. В котором он все предложил предельно откровенно. Он сказал, что если бы он не первый, почему он пошел в Славянск? Потому что ему нужно было захватить маленький город. Захватить большой город своим отрядом 52 человека он не мог. Второе. Если бы он не устроил войну, ее бы вообще не было. Он сказал в интервью газете «Завтра» Александра Ивановича Параханова, что тогда бы все шло по сценарию Харькова или Одессы. А что такое сценарий Харькова или Одессы? Это немножко побудили и все успокоилось. То есть тем самым Гиркин Стрелков признал, что никаких предпосылок для восстания и тем более полномасштабной войны в Донецком и Луганском регионах Украины не было изначально. Это нечто инспирированное извне. Он пришел туда, типа направленный главой Крыма Аксенова. Значит, косвенно Российской Федерации. И значит Российская Федерация несет ответственность за то, что произошло. Но Российская Федерация не готова нести ответственность за то, что там произошло. Не так ли? Не готова, да. Но все показания для Гарского трибунала уважаемый Игорь Всеволодович Гиркин уже дал. Ну, если, конечно, ему верят и поверят. Вы ему верите? В данном случае, да. Этот человек очень тщеславный, с политическими амбициями. Я помню, что когда он еще сидел в Славянске, то значительная часть прогрессивной общественности Российской Федерации обращала на него очень благосклонное внимание. А еще год назад, даже больше года назад, когда шла предвыборная кампания мэра Москвы, и когда Алексей Анатольевич Навальный баллотировался в мэру Москвы, я очень явственно увидел, что прогрессивная общественность, к которой мы с вами принадлежим, очень хочет диктатора. Ну вот на этом месте мы снова прервемся и вернемся в эту студию через несколько минут. 15.35 в Москве мы продолжаем. Станислав Белковский, политолог. Еще успеете задать вопросы через Твиттер, аккаунт вызван, и по телефону, плюс 7, 985, 970, 45, 45. Раз уж мы с вами заговорили про Игоря Стрелкова, Гиркина, вот у него сейчас, как вам кажется, есть хоть какие-то шансы, например, в российской политике или в какой бы то ни было другой? Нет, не малешко. Политические амбиции у него есть, но шансов нет. Я последил за все его активность в последнее время. Мы остановились на диктаторе, да, потому что вот еще во время кампании по выбору мэра Москвы та абсолютно истеричная интонация, которая сопровождала предвыборную кампанию Алексея Навального, свидетельствовала о том, что прогрессивная общественность очень хочет молодого и красивого диктатора вместо старого и надоевшего, то есть Владимира Путина. И вот этим летом тоже я слышал много от прогрессивной общественности, что стрелков неплох, что-то такой типа Навальный с гранатометом. Да ладно вам от прогрессивной. Да, слышу, 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 слышу. Я не хочу никого... Ну, а в всяком случае, у него была довольно серьезная поддержка, действительно, вот... Да, ну, как только Игорь Всеволодович Иванович вернулся в Москву, он сначала какое-то совершенно невразумительное опубликовал открытое письмо Ходорковскому, где во всем обвинял Ротшильдов и Ходорковского же, и делал вид, что при Путине поддержаны полные победы над олигархами и коррупцией, или как минимум до этой победы остались считанные часы. В общем, Игорь Иванович Всеволодович сливается абсолютно, но он этого сам не понимает еще, он действительно думает, что он может стать национальным лидером на следующем этапе. Сливается или сливают? И то, и другое. Вот вас спрашивает здесь Сергей из Санкт-Петербурга, а как вы думаете, зачем Гиркин дал это интервью? Он очень тщеславный человек. Больше того, он тщеславен настолько, что готов ради удовлетворения этого чувства убивать в неограниченных количествах. Он же подписывал приказы о расстрелах, вы не помните эту историю? Ну, да. Да, он подписывал, там публиковались документы в интернете, которые он не только недезаверировал, но и подтвердил о расстрелах людей на основании какого-то сталинского приказа 1941 года. Понимаете, это очень плохой театр. Не нужно нам интересоваться убийцей, лучше все-таки как-то его направить в соответствующую общественно-политическую резервацию. То есть Игорь Иванович – это человек с огромным комплексом, у него нет семьи, он абсолютно одинок. Видимо, убийство – это его хобби. Ну, или слава, например. Он, собственно, вот как в этом письме Ходорковскому, где всем обвиняется Ротшильду, и Владимир Путин полностью поддерживается, хоть именно Путин и убрал его с помощью срокового из Донецкого региона. Он говорит о том, что вот за 10 лет тюрьмы Ходорковский так сожалеет о 10 годах тюрьмы, потому что за это время можно было много украсть. Я бы на это ответил, что Геркин так жалеет о 4 месяцах, которых его нет на Донбассе, потому что за это время можно было многих людей убить. А что Ходорковский говорит и думает о Геркине, Стрелкове? Мы это не обсуждали. Не обсуждали. А что обсуждали? За жизнь. Ну, может быть, российскую политику? Может быть, визит Путина в Брисбен? Ну, визита Путина в Брисбен тогда еще не было. Мы сейчас в Ходорковске неделю назад, но визит Брисбен был позже. Хорошо, давайте тогда про Брисбен, потому что вопросов очень много по этому поводу прошло. Ну, вот Вас спрашивают, как Вам кажется, что Путин вынес, какие выводы сделал из поездки в Брисбен? Холодный прием, ранний отъезд и так далее. Он теперь скорее пойдет на уступки Западу после этого или, наоборот, начнется еще большая конфронтация? Начнется еще большая конфронтация. Ну, это если с конца. А если сначала? Какие выводы сделал? Это надо спрашивать у Владимира Владимировича. Ну, так, по-вашему. После того, как это случилось. Путин относится к такому типу личности, который не выдерживает давления, который под любым давлением поступает наоборот. Ясно, что он был оскорблен и унижен этим Брисбеном, и теперь он должен действовать наоборот. Это не означает, что он не в состоянии разыгрывать либеральную партию во внутренней политике, опять же, и в экономике. Не, ну подождите, это противоречие, вот сразу. Никакого. Вот если бы я был советником Путина, которого, к счастью, я никогда не был и не стану, я бы сказал ему следующее. Нарушая этику политического консультанта, который запрещает давать Анне и прошлые советы, бы и не оплачивать. Да я же помню, вы об этом говорили. Да, конечно, я об этом говорю на каждом углу. Вот что бы сейчас Владимир Владимирович мог сделать, чтобы осуществить перевернуть шахматную доску и предстать зайкой и душечкой перед лицом той самой прогрессивной общественности? Похоронить Ленина. Господи, да это здесь при чем? При том. Вот представьте себе, давайте, мы простые люди. Россияне. Так. Граждане России. Вот завтра мы узнаем, что Ленина хоронят на Волковом кладбище. Председатель комиссии по похоронам Владимира Владимировича Путина, ответственный секретарь Наталья Дмитриевна Солженецина. Встаем и аплодируем, правда? Да. Нам уже не кажется, что Путин угрожает страшной войной всему миру. Мы уже как-то более критично начинаем относиться к Украине, к Петру Порошенко. Да, в общем, мы готовы даже, так сказать, и гонение на всяческую оппозицию немножко простить. Ну, это Ваша фантазия? Вот скажите. Конечно, абсолютная фантазия. Но мне кажется, что вот это движение, декларированное движение навстречу экономической либерализации, прошу проявления либерализации, которая объяснима только одним, что нет денег в казне, а поэтому куда деваться от экономической либерализации? Надо как-то красиво оправдать сокращение социальных расходов. Памятью Гайдара и Чубайса и поклясться, и удариться головой о памятник Егора Тимоша Гайдара в высшей школе экономики. Это не исключает того, что вот Путин разыграет такую тонкую игру. Он же большой затейник, Владимир Владимирович. Он сам по рождению политтехнологий и любит их применять в своей практике. То есть нужен, на Ваш взгляд, какой-то такой яркий ход, ну, навстречу, как Вы говорите, прогрессивной общественности, которая бы этот ход оценила, как вот на шахматной доске, или какой-то красивый театральный жест. Это Вы имеете в виду? Не просто театральный, а вот то, что я предложил. Ну, ты символический. Мы с вами согласились, что это немножко изменит восприятие Путина во внутренней политической реальности. Ну, на какое-то время, да, наверное. И Путин может выйти в поле силы наоборот и сказать, ну, западники, они же идиоты, блин. Ну, блин, они же ничего не понимают. А Украина – не состоявшийся государство. Я вас уверяю, что любой Анатолий Борисович Чубайс в этот момент вскочит со своего места в президиуме и скажет, «Да, Украина – не состоявшийся государство». Потому что эти настроения очень сильны в российском обществе, очень сильны. Эти какие? Что Украина – не состоявшийся государство. И вообще, понимаете, вот этот остаточный имперский синдром очень силен. Это по принципу Чукча был молодой, его девушки любили. Почему мы так? Мы бессознательно, бессознательно, не сознательно, ностальгируем по советским временам. И любой российский либерал и представитель прогрессивной общественности неожиданно проявляет невероятную тоску по талантаризму, которая даже невозможно было представить ее вчера. Почему? Почему? Потому что Чукча был молодой девушкой, которая была в нашей молодости. Да, вот ты топали на плющихе, это наше студенчество, все такое. А потом мы попали во взрослую жизнь, а мы дети. К сожалению, нас государство так воспитало за 1200 лет существования России, что есть цари и поданные. Цари взрослые и поданные дети. И когда дети попадают во взрослую жизнь, где приходится отвечать за себя, это очень фрустрирует. Очень хочется вернуться в детство. Ленина пока никто не хоронит и ничего об этом нам не говорят. Нет, я бы посоветовал. К счастью, он не слышит, что мы их советуем. А вот Россия и Украина, тем не менее, остаются в таких сложных отношениях. Вот скажите, кстати, в этих сложных отношениях... Они находятся не войной. Ну, войной это никто официально не называет. Официально Украину называют, а в России нет. Ну да. Скажите мне, а в последнее время вы не замечаете каких-то подвижек в сторону мира между Россией и Украиной? На мой взгляд, сегодня Путин хочет от Украины четырех вещей. Первое. Полная гарантия не вступления в НАТО, что официально обозначил высочайший пресс-секретарь Дмитрий Песков. Всемирного замедления евроинтеграции Украины, ну, что уже отчасти произошло, в том числе путем переноса соглашения об имплементации экономической части Ассоциации Украины с Евросоюзом на январе 2016 года. Создание сухопутного коридора на Крым, без какого-нибудь, естественно, перехода этих территорий коридора под формальный контроль России, просто логистические гарантии. И того же самого в отношении Приднестровья, Приднестровской Молдавской Республики. Если это все будет реализовано, то новой войны не будет. Но плацдарм постоянной дестабилизации ситуации на Украине в Донецке и Луганске Путину необходим для того, чтобы принуждать Украину к выполнению такого типа и вида договоренностей. И он чувствует здесь себя абсолютно уверенно, потому что Евросоюз и Соединенные Штаты Америки уже дали понять, они не готовы к большой войне. 18 сентября, вот я был 15 сентября на конференции Ялтинской экономической, европейской стратегии, ЕС. Ялтинская конференция уже звучит угрожающе. Да, в Киеве. Она раньше проходила в Делаке, но после аннексии Крыма она перенеслась в Киев. И там президент Украины Петр Порошенко говорил о том, что он получит от США статус особого военного союзника вне НАТО. Через три дня он был в Вашингтоне, и Обама ему отказал в этом статусе, равно как и в поставках летальных вооружений. Тем самым он дал понять, что он не готов к войне с Россией. Ни в каких формах и появлениях, потому что цена человеческой жизни в евроатлантическом мире гораздо выше, чем в нашем евроазиатском мире. Правильно ли я Вас поняла, что вот это все так и останется? То есть Крым будет наш, а Украина будет вот в таком состоянии полувойной? Это все останется, пока не придет действие абсолютно, не реализуется в полной мере закон Белковского, который гласит, что в истории должно произойти то, что должно произойти. Вот мне кажется, что я сбился с мыслью, я прошу, приношу извинения всем радиослушателям и Вам, Марина, когда говорил о последней статье Алексея Леонидовича Кудрина, где он сформулировал только одну, но очень важную мысль, новую, что не надо ориентироваться на азиатские образцы, в том числе и китайские, потому что Россия страна европейская. Мы хотим быть европейцами, и мы можем быть успешными и эффективными только в реализации европейских образцов. Но это же противоречит напрямую тому, что происходит сейчас, вот в данный момент. И да, это агония, это противоречитство, понимаете, прежде чем возродиться, надо умереть, как говорил наш друг Иисус Христос. А тот, кто не умер, тот не может возродиться. Сейчас происходят имперские конвульсии, вот мы здесь в этой студии сидели в марте с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, это обсуждали по поводу Крыма. Вот эта тема затклая, отсталой имперской, псевдоимперской России, которая якобы тянется на запад, хотя тот же Китай плевать на нас хотел. Он не воспринимает нас как равноправного партнера ни в военной, ни в технологической, ни в экономической сфере, а воспринимает нас только как сырьевой и потенциально территориальный придаток. Пока мы от этого не откажемся и не решим, что мы Европа, ничего не будет, и ничего хорошего в нашей судьбе не будет. И в этом смысле то обострение психическое, которое с нами сегодня происходит, оно должно привести нас к пониманию, что мы станем Европой. И в 2003 году началась Ара Водолея, а Россия... Короткий вопрос. Долго? Конвульсии? Я про конвульсии. Есть только два факта, о которых говорят нам астрологи и тарологи. Декабрь-январь, декабрь 2014-2015, одно важное событие. Март 2017-го завершается важный принципиальный цикл русской истории. О, Боже, март 2017-го. Дай нам всем Бог здоровья. Да, Станислав Белковский, политолог, я Марин Королёв. Всем счастливо.